Всем привет! С вами снова Валерий Валки, автор сайта Ветер Ярт. Сегодня я хочу немного рассказать о флешках и о картах памяти. Проблема, с которой я столкнулся, возможно, кому-то мой опыт пригодится. После приобретения видеокамер я столкнулся с разного рода проблемами, начиная от карт памяти, куда сохранять, и кончая обработкой этих видеороликов. Вся суть в том, что я никогда не обращал внимания на карты памяти. Старался покупать 10 класса, повыше, и даже не задавался целью, что же там и как она работает. После очередного видеосюжета... Сейчас мы отберемся вдоль полигона, бывшая полигона войска Советской Армии на Плотовщине. Везем солнечные панели людям. И вот это вот здесь такая вот природа. Когда-то был полигон, из деревьев не было. Прошло 24 года. Все, пришло в такое вот матерное состояние. Когда я стал просматривать этот видеоролик, а затем еще и обрабатывать видеоредакторы, то оказалось, что отснятый материал весь как бы трожит, чего-то как бы там не хватает, как бы подвисает. И было несколько случаев, что во время съемки у меня зависала видеокамера. То есть она переставала как бы работать. Все в режиме таком, висячем было. Тот ролик я выложил на ютубе и один из пользователей написал мне, что эта причина скорее всего в карте памяти. Ну и я стал с этим разбираться. Оказалось, что проблема очень даже существенная. Оказывается, карты памяти, которые мы покупаем, и на которых написано там десятый класс, либо там четвертый и шестой, то есть чем выше карта, тем она дороже стоит, тем более качественная она должна быть. Что это такое? Раз десятый класс, значит скорость записи на эту карту карту должна быть не менее 10 мегабит в секунду. Ну погуглил, почитал, посмотрел, в итоге скачал программку H2TSW и стал проверять все свои карты. Ну оказалось, что из всех моих накопителей фактически только одна соответствовала своим требованиям. И то это был USB накопитель. Искать памяти не одна. Моя карточка не прошла тест-драйв. То, что мы покупаем карточку десятого класса и вставляем ее в компьютер, и нам компьютер показывает, что она там, скажем, вот такая-то у нее там память, например, 16 гигабайт и такая-то вот скорость, ну это она показывает то, что нечестный производитель прописал, скажем, на железе самой карточки. Поэтому мы ее вставляем, компьютер видит то, что там прописано и он, соответственно, все технические данные свойства этой карточки нам показывает. На самом деле, когда я проверил программы H2TSW карточки, эта программа позволяет загружать свои файлы в эту карточку, а затем их считывать. Соответственно, она считает время записи и время считывания и фактический объем. То в реальности все оказалось гораздо хуже, чем я даже думал. Собственно говоря, вот так вот выглядит эта программка. Мы ее запускаем, открывается окно. Ну, здесь мы устанавливаем английский язык и вот здесь нажимаем и выбираем любую нашу флешку. Ну, найдем-найдем. Что мы найдем? Сейчас какую-то найдем. Ну вот, Валера, например. И вот, все, мы видим нашу флешку и вот здесь нажимаем, оно нам что-то там пишет и вот так вот. И пошел процесс записи. Ну, вот в данный момент мы видим всего 899 килобит в секунду скорость записи. Ну, она будет там меняться. Когда это все вот забьет флешку файлами, потом будет считывание. Ну, и выбросит нам результат. Так, ну, вот, к примеру, вот видеокамера, которую я в последнее время снимаю ролики. Вот здесь есть, здесь стоит две карты памяти. Ну, вот, к примеру, вот карта. Я ее здесь вытащил. Вот она 10 класса. Вот такая вот карта. Ну, на самом деле, эта карта не тянет даже на второй класс. И что получается? Получается, собственно говоря, самые неприятные вещи. К примеру, если вы делаете фотографию, ну, любым телефоном, неважно, там, айфон или что там еще у вас. И видите, что у вас снимок, отснятый снимок, там, каких-то 3 мегабайта, ну, сохраняется там несколько секунд, а то и минут. Значит, скорость вашей видеокарты далека от той, которая указана на самой видеокарте. Так как для того, чтобы сохранить этот фото или видеокадр, нужно время. Получается, что при съемке какого-либо видеоролика, особенно если это формат HD либо Full HD, где поток битов значительный, а видеокарта не успевает их записывать. Поэтому она, как бы, что-то срезает, что-то, как бы, подудаляет. И поэтому получается, как бы, ролик, ну, не полноценный. Он, как бы, рваный, дерганный. Да еще и все это может привести к тому, что в самый неподходящий момент это все еще и зависнуть. Тогда, в общем-то, совсем никакой видеосъемки. Ну, как-то так. Программка для проверки, она свободна в интернете. Она не требует установки. Все там элементарно. Ну, на этом, как бы, и все. Еще один момент. До Нового года осталось совсем немного времени. Надеюсь, что это видео еще не последнее, потому как планирую, как бы, сделать еще один видеоролик. Как бы, итоги моего года. Ну, соответственно, поздравить всех моих подписчиков. Снова будет запуск ракет. Как и в предыдущем году. Ну, и это еще не все. Планирую разыграть приз. Ну, как бы, это пока, покуда, что это, как бы, остается в секрете. Пускай сохраняется интрига. Ну, думаю, что все получится. Ну, на этом все. Всем здоровья, денег, удачи. До новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова